Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу снять видео. Там, конечно, в заднем плане музыка. Пусть будет тоже с ней веселее. И хочу снять такое видео. Игрушки Софии в два года. Начну я с домика. Вы его уже видите. Вставляются фигурки, там руки, квадратик, круг. В общем, для развития, для моторики, для воображения, изучения цветов. Я думаю, что супер. Второй идет слоник. Тоже там идут фигурки, сердечки, квадратики. Я думаю, что вам будет видно. И также этот слоник, конечно же, он тоже развивает моторику. Очень интересный. И вы его можете увидеть. Дальше у нас идут досочки, отверстия, которые вставляются туда. Первый у нас идет простоквашино. Вы можете увидеть. Будешь со мной? У нас простоквашино. София очень любит собирать. И это наша любимая. Потом идет у нас фрукты. Софишка, оставь. Так. В общем, досочка у нас дальше идет с фруктами. Вы видите там банан, яблоко. В общем, ей очень нравится играть. Дальше идет у нас чебурашка. Тоже к нему идет одежда. Тоже интересный наш персонаж такой. В общем, тоже ей нравится складывать. Дальше идут у нас детеныши, животные. Зайка, там мышка, птичка. В общем, ей очень нравятся вот эти досочки. Вообще, я считаю, для развития это, конечно, классно. Дальше идут мягкие игрушки икеевские. Это фрукты и овощи. Тоже их приятно держать. Можно играть, как будто ты готовишь. Ну, изучать какие-то овощи и фрукты. И для моторики это очень даже хорошо и познавательно. Дальше идут такие часики, циферблат. Там, получается, можно изучать цифры, формы получается. Там квадрат, допустим, круг и плюс цвета. Тоже классный. София, конечно, еще только учится, но я ей помогаю вставлять тоже такой неплохой. Дальше идет квадрат, но он уже посложнее. Я считаю, что в два года, наверное, он будет... Ну, кто-то уже такие... Ну, такой квадрат, его можно разложить там, да, на несколько частей и туда вставлять фигурки. Но мне кажется, уже посложнее. Помню, что мой брат уже начал где-то два с половиной собирать. Но мы пробуем. Мы пробуем собирать. Вот я смотрю, что еще есть. Мишка... Ой, собачка вот эта вот развивающая. Она очень классная. Не знаю, снимать обзор стоит или нет. Тоже развитие. Тоже он рассказывает алфавит, песенки поет. Говорит, у меня фиолетовая ручка, зеленая, по-моему, ножка. В общем, очень классная игрушка для развития. Еще у нас есть медведь. Он тоже, но он уже на турецком. Этот на русском, тот на турецком. Там тоже и алфавит идет, и песенки. И вот он говорит, что у него, по-моему, тоже там какого-то цвета рука. Я уже просто не помню. Тоже очень для развития хорошо музыкальные игрушки. Плюс наши книжки. У нас их много. Ну, достаточно, достаточно их. Тоже вы можете их увидеть. Много различных сказок. Колобок, репка, курочка ряба, волка семерокозлят. В общем, много-много всего там у нас. Можете увидеть, какие у нас есть. Вот. И что еще? Я вот смотрю и больше пока ничего такого не вижу. Пока, наверное, на этом закончу. Продолжу чуть-чуть попозже. Вот, наверное, уже в Анталии продолжу, потому что там куплю другие игрушки. Ну, как другие, как бы, как дощечки там, получается. В общем, хочу купить. Эти мы все дощечки не забираем. А там это все нужно купить. В общем, когда я куплю, я вам их покажу и вот это видео смонтирую. И надеюсь, оно вам понравится, будет интересно и полезно. Вот. Если что вспомню, еще, конечно же, включу. Так, еще хотела сказать. Такая вот подставочка. На нее вкладываешь квадратики, кружочки, треугольник и, по-моему, ромбик. Ну, вы можете видеть, как это выглядит. В общем, классно, на самом деле. Ну, тоже развивает моторику. И следующее, это пластмассовые такие игрушки. Там капусту разлеплять, яблоко, там, не знаю, бананы, помидоры, брокколи. В общем, вы видите, как это все выглядит. Тоже очень можно изучать и фрукты, и овощи. Плюс цвета, плюс моторика, плюс тут фантазия. Готовить, в общем, тоже классно. София, правда, еще особо, ну, иногда так скрепляет. Ну, так, в основном ей нравится разделять. Ну, тоже неплохо. Продолжаю дальше. Так же, как и для развития, и просто, да, для игры, ну, как развивательная игра тоже подойдет готовить. Там, пригодится на будущее. Плюс развитие то, что ты, там, мешаешь, как будто готовишь суп. Как бы это игра, ну, потом это реализуется в настоящей жизни. Ну, это тоже идет для развития для ребенка. Допустим, София нам делает чай. Единственное, что она погрызла чайник, этот носик. Это, конечно, плохо. Тут, допустим, она делает, она видит, как я в духовке делаю курицу. Ну, примерно, она не залезает, конечно, и примерно там что-то готовится. Там, вот, яичницу жарить, тарелочки, тут такие прихваточки типа того, картонные. Ну, в общем, мне кажется, для игры очень хорошо и для развития тоже. Дальше идет вот такая кроватка. Тоже, как бы, уже с детства ты учишься качать ребенка, который у тебя будет в будущем. Ну, это все происходит в игровой форме. И ты как бы качаешь пупсика. Тоже она очень любит качать. У нас такие две кроватки. И вот она качает. Также коляска. Уже я ее, по-моему, показывала. У нас в России такая же типа коляска. Ты просто катаешь пупсика. Тоже как на координацию идет, на внимание. И плюс в будущем ты будешь мамой и катать своего ребеночка. Тоже София очень любит катать. Вообще ей очень нравится вот эта коляска. Уже показывала, извиняюсь, в прошлых видео, не в прошлых видео, в этом же видео, только в начале, может где-то, что у нас такая собака. Тут, получается, медведь, только он на турецком языке. Цифры, буквы, музыка, в общем, всякие стишки. Все идет на турецком. Но это тоже идет развитие. Плюс ты слышишь музыку. Это тоже развитие слуха. Плюс ты слышишь, допустим, если на русском, то на русском. Она слышит, как говорят там какие-то стишки, как поют песенки. Это очень важно для развития. Ладно, я не буду долго останавливаться. Досочки. Только две тут купили. Это дикие животные. А это у нас, получается, домашние животные. Ну, как, которые пасутся, как в огороде, в общем, как объяснить. А это дикие. Это я вам показывала. Еще для развития хорошо вот такие вот наши сказки. Все книги не буду показывать. Волк и Семеро Козлят. Есть видео у меня на канале. Кому интересно посмотреть, какие книжки София любит. Она их очень любит. Плюс она слушает на русском языке. Плюс они поют песенку. Допустим, тут репка это сказка. Тут, допустим, Волк и Семеро Козлят. Они поют козлята песенку. Чтобы мама им говорит, чтобы они не пускали волка. Тоже учит тому, чтобы чужих людей не пускать домой. В общем, курочка ряба, колобок. Ну, что вам рассказывать. Показать реза, репка. Это все очень пригодится ребенку. Плюс развитие речи. Так как у меня двухязычный ребенок. Я все-таки хочу, чтобы она знала русский язык. Поэтому она, когда слушает, все равно на уст, как говорится, русский язык наматывается. Ну и плюс, конечно же, это же наше... Это зодчество или как это назвать? У них нет таких репка, курочка ряба. Это чисто мое детство. Это круто. Это наши сказки. Наши русские сказки. Наше зодчество. И вот такие вот лего. У нас их мало. Она иногда играет. Все руки не доходят купить. Но очень лего тоже для развития. Вставлять на друг друга. Какие-то башни делать. Какие-то домики. Развивать фантазию. Логика. В общем, прикольно. Ну, мало их. Надо бы ей еще купить. Лего. Но она у меня такая барышня. Любит гулять на улице. Все. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, вам понравились игрушки, которые есть у Софии. И плюс они, конечно, идут и для развития. Вот у нас еще есть посудка. Можно просто посудкой играть. Фрукты есть мягкие. Получается, мягкие. Это ики. Я тоже показывала в одном блоге. Это тоже как развитие. Ты трогаешь вот эти вот арбуз. Вот она мне показывает арбуз и спрашивает. Ну, просто говорит. Ну, не говорит, а просто как бы таким... Ну, показывает, типа, мама, что это. Вот. Я ей говорю, это арбуз. Вот эти мягкие фруктовоощи в Икеа. Плюс на липучке я показала вначале. Вот. Пластиковые тоже есть фруктовоощи. Но она ими не играет пока еще. Видимо, ей пока не интересно. Все. А, еще можно добавить досочку гладильную. Я найду в интернете картинку и просто поставлю картинку. Гладильная доска вот она гладит. И еще ей нравится протирать пыль. И продается... Вот тоже хочу ее купить в ведро. Но она будет просить воду наливать в ведро. Вот там вот швабра, тряпочка, чтобы мыть полы, там протирать пыль. В общем, такое снаряжение, как у горничных. Прикольное такое. Тоже ставлю картинку. Все. На этом точно видео заканчиваю. Что-то, если забуду, покажу во влогах. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. И увидимся в следующих видео. Ставьте лайки. Поддержите меня пальчиком вверх. Пишите в комментариях, если какие-то вопросы. И спасибо всем за внимание. И хорошего настроения. И всем пока-пока. А самое главное я забыла. Это мотоцикл. Софиин мотоцикл. Тут такие колеса очень хорошие. Тоже для координации. Ой. Вообще такой он. Да просто играть, кататься. Она любит кататься. Вот. Можно дома кататься. Это тоже развлечение. Плюс развитие идет. В общем, классно тут такая. Звук издает. Пипи. Сейчас София спит. Так я не буду нажимать. Нажимать. Плюс ты учишься, как на велосипеде в будущем. Такие вот педали кататься. В общем, тоже классная вещь. Ей очень понравилось. Она счастлива. Колеса такие добротные. Так что покупайте своим детям машины, мопеды. Мопед купили. Потому что машина здесь в Турции дороговато, конечно. Все, мои дорогие. На этом я точно заканчиваю. И пока-пока. Суши для вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова